Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного – нашего здоровья и хорошего самочувствия. И вот, что ждет вас в этом выпуске. В Александровском округе в Хуторе-Всадник полным ходом идет ремонт ФАПа. Краевая психиатрическая больница приглашает на ночь в музее. Санитарный автомобиль пополнил автопарк Курской райбольницы, а в Арсгирской районной больнице пациенты проходят обследование в новом рентген-кабинете. Сегодня программа посвящена врачам-травматологам. Будем говорить о самых сложных и необычных случаях из практики отделения «Сочетанные травмы» городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя. А также, как слабовидящий человек может управлять мотоциклом и умный протез, который имитирует анатомию и движение человека. Также в рубрике «Совет врача» говорим о причинах выпадения волос. Все это вас ждет в сегодняшнем выпуске. А пока начнем с новостей медицинской отрасли Ставропольского края. В Александровском округе в хуторе «Всадник» полным ходом идет ремонт ФАПа. Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае. Первую медицинскую помощь здесь получает 571 житель хутора, из них 57 детей. По графику в ФАП приезжают врачи-специалисты районной поликлиники из Александровска. Зданию медучреждения в этом году исполняется 32 года. 11 лет назад, во время текущего ремонта, в здании заменили окна на более современные и покрасили стены. Других серьезных обновлений в ФАПе хутора «Всадник» не проводилось. Здание давно нуждалось в обновлении, и только в этом году, благодаря программе модернизации, такой ремонт удалось осуществить. На эти цели из консолидированного бюджета выделено более 13 миллионов 700 тысяч рублей. Сейчас ремонтные работы в самом разгаре. Специалисты уже окончили демонтаж старых коммуникаций, облицовочных покрытий, оконных и дверных блоков. Разобрали и старую крышу. Сейчас прокладывают новые системы отопления, водоснабжения и канализации, электрические сети. Приступили к возведению новой кровли. Проводятся общестроительные работы. Сдача объекта запланирована уже к 1 июля. Краевая психиатрическая больница приглашает на ночь в музей. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и приурочено к 115-летию больницы. Участников ждет мастер-класс «Йога голоса», на котором они узнают о возможностях звукотерапии и освоят упражнения для эмоциональной саморегуляции. На мастер-классе по театральному искусству гостям расскажут, как гармонизировать душевные переживания, снимать зажимы тела через движение и погружение в сценический образ. Запланированы экскурсии по музею «История Ставропольской психиатрии», в витринах которого можно увидеть старинные фотографии, документы, личные вещи, подлинные предметы быта пациентов разных лет. Всего более 700 экспонатов. Основная экспозиция дает представление, как менялось отношение общества психически больным людям. Обязательно предварительная запись по телефону 8652-99-1774, добавочный 730. Санитарный автомобиль пополнил автопарк Курской райбольницы. Машина была приобретена по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта здравоохранения. Это удобный санитарный автомобиль, предназначенный для езды по проселочным дорогам и бездорожью. Его преимущество – высокая проходимость, надежность и неприхотливость. Просторный пятиместный салон машины, переделанный в санитарную, повышенной проходимости, может использоваться в двух функциональных назначениях – для перевозки четырех пассажиров и транспортировки одного лежачего больного с сопровождающим. Для установки носилок складывается спинка переднего пассажирского сидения и часть спинки заднего дивана. Автомобиль уже поступил в распоряжение медиков поликлинического подразделения Курской районной больницы. Всего же, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, только это медучреждение получило пять санитарных автомобилей в этом году. Еще восемь санитарных машин по программе модернизации Курская больница получила в прошлом году. В Арсгирской районной больнице пациенты проходят обследование в новом рентген-кабинете. Кроме того, по программе модернизации было капитально отремонтировано помещение под рентген-кабинет. Для того, чтобы расположить оборудование в соответствующем стандартам помещении, там была проведена полная замена систем вентиляции, водоснабжения и канализации. Проведены и общестроительные работы. В Арсгирском округе, благодаря программе модернизации первичного звена, идет строительство ФАПов в селе Каменная Балка и поселке Чаграйский. Проведен капитальный ремонт в здании врачебной амбулатории села Садово. Приобретены и распределены по территориям семь легковых автомобилей для доставки медицинских работников и пациентов. В этом году, благодаря программе модернизации в медучреждениях края появится 10 единиц так называемого тяжелого оборудования. Это дорогостоящие рентгенаппараты и компьютерные томографы последнего поколения. Когда поступает экстренный пациент? Как грамотно работать в команде, когда счет идет на минуты? Что такое правило золотого часа? Круглосуточный контроль за состоянием пациентов. Как это грамотно выстроить? О высокотехнологичных операциях и современных подходах к лечению. О борьбе с выгоранием и о том, что радует в профессии, говорим сегодня в программе «За здоровье». Гость студии Артура Погуни, заведующий отделением «Сочетанные травмы». Врач, травматолог, ортопед городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя. Артур Эдуардович, добрый день. Приветствую в нашей студии. Добрый день. Итак, вот тяжелые больные, у которых сочетаются несколько повреждений, ну, к примеру, и травма позвоночника, и травма черепа, вот поступают к вам. Расскажите нам об одном дне из жизни вашего отделения. Как он выглядит? Ну, можно, к примеру, взять вчерашний день, который уже прошел. В 7 утра обход в отделении, осматриваю пациентов, как они провели ночь. После этого обсуждение проблем по дежурству с дежурной сменой. Далее, в 8 часов утра начинается пятиминутка совместно со среднемедицинским персоналом, врачами, где обсуждаются текущие вопросы и предстоящий день в плане операционного дня, каких-то обследований пациентов и лечебных мероприятий. Потом в 8.20 у нас ежедневный обход больных в реанимации совместе с администрацией больницы. Потом мы освобождаемся и выдвигаемся уже в операционную. В операционной проводятся хирургические вмешательства. Параллельно этому могут быть поступления. Вчера было два поступления, два пациента обратились с падением высоты и предоставила реанимобилями службу станции скорой медицинской помощи. Один из них был госпитализирован, высота порядка 10 метров. В последующем это перевязки, осмотр больных, беседа и ответ на вопросы родственников, пациентов, естественно. Работа с документами. Вот, собственно говоря, такой день обычный. Такой, вроде бы, казалось бы, рядовой, да? Да. Но на самом деле для нас, обывателей, этот день не рядовой, потому что вам, ну, всё-таки ваше отделение, оно отличается от других, как мне кажется, в плане экстремальной, часто экстремальной работы. Ну вот, когда отделение принимает тяжёлого пациента, его мгновенно обследуют. И вот, если мы говорим о городской клинической больнице скорой медицинской помощи краевой столицы, имеете ли вы всё необходимое оборудование для вот подобных случаев? Да, я пользуюсь случаем, напомню, что статус этого лечебного учреждения, именно скорой медицинской помощи, де-факто, которая, она выполняла эту функцию долгие годы, фактически с момента её открытия больницы. Но в 2010 году было принято решением, чтобы 4-я городская больница переименовать и возложить функции больницы скорой медицинской помощи. В 2011 году был на базе этой больницы открыт травмоцентр первого уровня. И вот с того момента, собственно говоря, и начало работать и отделение, и все подразделения, которые были в составе травмоцентра. Так вот, было закуплено всё новейшее оборудование. И это новейшее оборудование, оно пополняется, оно, если приходит в негодность, оно меняется, либо оно ремонтируется. Поэтому весь арсенал, который необходим для диагностических исследований и для последующих лечебных, расходных материалов и так далее, инструменты, больницы, всё есть. Она располагает полным, помимо и оборудования, инструментов, ещё и штатом врачебным и сестринским для оказания данной помощи. В общем, всё укомплектовано получается. Ну вот, когда поступает экстренный пациент, с ним часто работает так называемая мультидисциплинарная бригада медиков. Как грамотно работать в команде, когда речь идёт о минутах для того, чтобы спасти жизнь человека? Конечно же, это не театр одного актёра. Здесь невозможно осуществлять помощь кому-то одному, невозможно перетянуть одеяло на свою сторону. Работает действительно команда. С момента поступления, как пересекает порог больницы каталка, сразу же пациента завозят в операционное отделение для противошоковых мероприятий, которые в составе травмоцентра, где ему, как минимум, его осматривают три специалиста. Это нейрохирург, травматолог-ортопед и хирург, который возглавляет эту бригаду. Приглашается врач-реаниматолог для осмотра и решения каких-то задач, связанных с его специальностью. И привлекаются также специалисты смежно-хирургического профиля и терапевтического профиля иногда привлекаются для оказания ему помощи или диагностических каких-то мероприятий. Поэтому здесь очень важно понимать и приоритетность каждой из этих врачей выставляет, что в каком порядке нужно выполнять. Угу. Вот такое ощущение, что не знаешь, ну я как с точки зрения обывателя, не знаешь, кто главный в команде, когда работает мультидисциплинарная бригада. А на самом деле, а кто главный в команде? Ну, на самом деле, конечно же, это самый опытный. Ну, вы понимаете, что определить опытность, ну, по разуму можно к этому подойти, поэтому у нас, согласно нормативным документам, выделен ответственным это хирург данной бригады, на которого ложится вся полнота принятия решений, либо каких-то воздействий, манипуляций, принимает решение именно он. С него будет спрос. Но нельзя подходить к этому формально. Если, к примеру, этот хирург недостаточно опытен, работает в команде более опытный, он всегда прислушается к мнению этого специалиста. И если есть необходимость, мы всегда в круглосуточном режиме, все в телефонном режиме, на связи. Телефоны не выключаются, поэтому спросить, приехать, если в этом есть необходимость, это обычное дело. Обычное дело быть на связи 24 на 7. Вот так работают ставропольские травматологи. Мы еще вернемся к нашей основной теме в студию. А пока слабовидящая мотоциклистка первая на дорогах Австралии. Смотрим. Белинда Уконнер – первый в Австралии слабовидящий мотоциклист. Выезжает на улицы Канберы абсолютно легально. Использует устройство биоптик. Конечно, если я упаду, попаду в аварию и сломаю свой биоптик, я не смогу вести. Но дело в том, что то же самое будет и с любым, кто носит обычные очки. Если они разбились, продолжать вождение невозможно. У Белинды дальтонизм и повышенная чувствительность к яркому свету, из-за чего она постоянно моргает. Зато у женщины сохранено периферийное зрение. Вблизи все видит ясно. Биоптик помогает ей корректировать цвет и улучшает дальнее зрение. Устройство дополнено спектром красного оттенка. Так я могу видеть красные стоп-сигналы, индикаторы, красные и оранжевые огни на светофорах. Все через мою линзу-носитель, красную линзу. Первопроходцем стал и Стив Лейк, ее инструктор по вождению. Я и понятия не имел, что у Белинды проблемы со зрением. Пока она не пришла на урок. Честно говоря, сначала я испугался. Но на первом уроке Стив быстро понял. Необходимости менять подход к преподаванию нет. Белинда научилась выполнять змейку, развороты, повороты, аварийную остановку. Я понял, что человек с любым заболеванием на самом деле очень хорошо справляется с рисками, поскольку его физическая особенность делает его внимательнее. Успех Белинды вдохновляет и других слабовидящих жителей Австралии. Ну а мы возвращаемся в студию программы «За здоровье». Вместе отмечаем сегодня с Артуром Довардовичем день травматолога. Профессиональный день. Что же такое правило золотого часа? И насколько часто вам приходится это правило применять на практике? Расскажите. Ну это правило мы применяем ежедневно. Это то время, в течение которого должно быть оказана помощь, начато оказание помощи. Параллельно с этим проводятся диагностические мероприятия. С момента получения звонка, то есть с момента фактически травмы, которую получает пострадавший, начинается отчет времени. Так вот, 15-20 минут отводится, но на время доезда скорой медицинской помощи бригады. В городе Ставрополь доезд в это время больше 95%. То есть у нас достаточно быстро приезжают реанимобили, если это тяжелая ДТП, либо кареты скорой медицинской помощи. И потом доставка в лечебное учреждение. Все это, и это начинается весь процесс диагностических, повторюсь, и лечебных мероприятий уже в стационаре. Укладывается вот в этот час. За этот час происходят определенные вопросы жизнедеятельности, которые решает врач хирургического профиля. В это время можно как можно быстро спасти пациента. Поэтому действительно отчет идет на минуты. Чаще всего это касается внутриполосных кровотечений. Внутренних, например, в брюшную полость, в грудную, если речь брать о головном мозге, его структурах. В этом, собственно говоря, и заключаются жизнеспасающие манипуляции, связанные именно вот в этот час. Как можно быстрее. Особенно, если это политравма, собственно, как это часто происходит именно в вашем отделении сочетанной травмы. Изменился ли подход к работе, если мы берем, вспоминаем 90-е годы, и берем сегодняшний день? Вот что основное вы бы выделили? Ну, поменялась, в принципе, структура, подход в лечении, понимание за эти годы, за несколько десятилетий. Поменялась сама концепция и идеология подхода к оказанию помощи этим больным. В 90-х годах у нас по пальцам можно было посчитать отделение, которое открыто. Например, в 1975 году подобное отделение было открыто в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. В 92-м году в БСМП города Ростова. А мы уже вошли в 2011 году. Но это была уже государственная программа, которая была проработана. С этого момента поменялась и структура эвакуации больных. Если раньше мы понимали, что больной с травматическим шоком, его к нему не надо было активно воздействовать, нужно выжидать. Выживет, не выживет. Это занимало от одной до двух недель для того, чтобы эвакуироваться в какой-нибудь больнице, районной, к примеру. То сейчас эта концепция полностью изменена. У нас 24 часа для эвакуации такого рода пациентов. И это выполняется. Ну, то есть раньше просто говорили о том, что этот человек нетранспортабелен и смысла его перевозим. Мы просто его не довезем, насколько я понимаю. Сегодня всех довозят, ну, по крайней мере, пытаются, стараются делать медики все для того, чтобы человек выжил. Да, мало того, начиная с 2020 года, с сентября месяца у нас уже летает вертолет. Мы вернулись к эвакуации вертолетной. Это упрощает выполнение вот этих нормативных, скажем так, обязательств определенных, которые идут на пользу пациенту на выживание. Ну, вот высокотехнологичные операции на Ставрополье, насколько часто сегодня мы можем их видеть? Доступность к высокотехнологичным операциям за последние несколько лет очень широко изменилась. И в Ставропольском крае выполняются тысячи операций разного профиля, и хирургического, и травматологического в том числе. Поэтому доступность у наших жителей уже появилась. Получать ее дома, не выезжая за пределы Ставропольского края. А то, что мы не можем по той или иной причине, либо это сложные какие-то определенные случаи, они едут в медицинские центры, национальные центры, федеральные центры, где им оказывается подобная помощь. Также по квотам бесплатно. Если возвращаться к вашему узкому профилю, вашего отделения, то круглосуточный контроль за состоянием пациента, насколько сложно его устроить, насколько сложно наблюдать за таким пациентом? Каким образом грамотно выстроить работу, так чтобы действительно это было 24 на 7? У нас с момента открытия отделения было принято решение совместно с администрацией больницы. Было понимание, что самые тяжелые больные – это больные с политравмой. После того, как они более-менее стабилизированы и самостоятельно начинают дышать, их переводят к нам в отделение. То есть фактически реанимационные больные. Он еще утром был реанимационный больной. К обеду он уже отделенческий больной, который находится в отделении. Поэтому к врачам, к персоналу, к среднему медперсоналу и к младшему медперсоналу большие требования предъявляются по уходу за пациентами, за выполнение всех назначений, которые должны они выполнять, назначенные лечащим врачом. День травматолога обсуждаем сегодня в нашей программе «За здоровье». Мы еще вернемся в студию, а пока, дорогие телезрители, смотрим про умный протез, который имитирует анатомию и движение человека. Умный протез, который имитирует анатомию и движение человека. Такая конечность помогла палестинцу Ахмеду Абу Хамде снова начать играть со своими детьми. А еще вновь вселила в него уверенность в себе. Руки у него нет с 2007 года. Потерял ее, когда поднял неразорвавшийся снаряд. С тех пор, как я получил конечность, я стал лучше выглядеть. Люди не догадываются, что у меня нет руки. Я выгляжу нормально. Дома я могу пить воду, а если иду на рынок, могу держать сумки и мобильный телефон. МИОэлектрический протез работает от батареек. Управляется сигналами, которые генерируют мышцы. Проект финансировал Катар. Больница первая в своем роде на территории сектора газа. К настоящему времени умные протезы получило уже более 20 человек. Еще 40 стоят в очереди. За протезы, каждый из которых стоит не менее 20 тысяч долларов, денег с пациентов не берут. При этом Красный Крест говорит, что среди двухмиллионного населения газы не менее 1600 живут с ампутированными конечностями. С 2014 года Катар потратил более миллиарда долларов на проекты по строительству и оказанию помощи в секторе газа. Слава Богу, с тех пор, как у меня появился протез, все изменилось. Теперь я чувствую себя нормально. Я могу держать своих детей, играть с ними, брать их за руки и ходить по улице. Дай мне, что я не могу сказать. Официальные статистики сочетанных травм в масштабах Российской Федерации не существует. Однако с учетом доли ДТП в их происхождении можно с уверенностью предполагать, что в нашей стране ежегодно сочетанные травматические повреждения получают около 350 тысяч человек. Сегодня мы говорим в день травматолога про как раз-таки работу отделения сочетанной травмы в нашей краевой столице. Итак, вот если брать повышение квалификации, насколько я понимаю, медицина идет вперед не то что семимильными шагами, а сегодня, наверное, даже быстрее. Вот расскажите по поводу повышения квалификации ваших медиков отделения. Касаясь, насколько мы широко шагаем вперед, можно уже констатировать те факты, при которых переломы, допустим, диафизарные бедра, которые достаточно сложны, и таза сегодня не представляют больших сложностей для врачей, работающих в отделении. Мы освоили операции, которые в разы уменьшили их травматичность. Пациенты отказываются уже, естественно, с помощью врача от дополнительных наружных фиксаторов в виде гипсовых повязок, бандажей и так далее. Если доступы при переломах бедра составляли до 40 сантиметров, сегодня это 4-5 сантиметров. Травматичность при накосной фиксации составляла, к примеру, при кровопотере 800 миллилитров до литра. Сейчас это не более 100 миллилитров. Возраст пациентов мы уже можем спокойно осуществлять хирургическое вмешательство людям старше 90 лет. 94 года, не так давно у нас выписался наш пациент, который ушел своими ногами из отделения. И это сплошь и рядом. И концепция малоинвазивности, она побеждает, она растет ежегодно, ежемесячно порой. В нашем отделении мы стараемся все больше и больше осваивать методик малоинвазивного устой синтеза. И сотрудники отделения, безусловно, повышают свой уровень, посещая мероприятия. Единственное, конечно, ковид подкосил, возможности выезда были сложны, но в режиме онлайн всегда публикации и участие в конференциях мы принимали. И мало того, мы свои результаты лечения публикуем, выступаем с докладами, в том числе постерными докладами, которые не обязательно выезжать на место, где проводится эта конференция. Есть ли какие-то ноу-хау, прорывы, то, о чем вы слышите или ваши коллеги, как раз таки, что касается вашего отделения? Может быть, что-то применяете? Да, я повторюсь, это малоинвазивность при устой синтезе, проколы без больших доступов. Это очень... То есть практически крови нет, да? Да, кровопотери нет. И, соответственно, по времени это быстрее. Больные проще переносят, они выходят с наркоза, возвращаются в палату, не надо их через реанимационное отделение возить, наблюдать. То есть очень качественный, хороший устой синтез. Мы вот движемся в этом направлении. Врачи вот вашего отделения, ну, как я себе это представляю, это практически люди-волшебники, которые, ну, очень часто собирают человека, возвращают его буквально, ну, с того света. И вот хочется, чтобы наши телезрители сегодня, в день травматолога, чтобы они понимали, насколько иногда бывают тяжелые случаи, сложные случаи вашей практики. Приведите пример. Любое повреждение, любой пациент, который доставляется к нам. Чаще всего, мы уже говорили, и вы сегодня упомянули в статистике, это дорожно-транспортные происшествия. Это в меньшей степени катотравма, но тяжесть их, состояние этих пациентов очень большая. И не всегда мы можем спасти подобного рода пациентов. Врачи всегда работают на износ. Я, собственно говоря, всегда стараюсь своих докторов подстегивать, чтобы они занимались над собой, всегда отдавались делу, потому что я считаю, что врач всегда должен. Он всегда должен больному. И средний возраст, попростите, не пациентов, а врачей уже в нашем отделении достигает менее 30 лет. Это 28 лет. Поэтому здесь очень сложно, прежде всего в работе, и им нужно быть еще в хорошей физической форме. И морально-волевые качества важны, потому что это трагедия. В конкретных случаях мне сложно повезти, но всегда сложно оказывать помощь, например, пациенту с единственной конечностью. То есть у него единственная конечность и повреждения противоположные. То есть все, у тебя нет шанса на ошибку. Пациенты, которые потеряли в дорожном транспортном происшествии кого-то из близких, не дай бог, это дети. Ну и так далее. Массовые какие-то травмы с автобусами, с микроавтобусами. И все это все-таки от какой-то отпечаток оставляет, когда врач сталкивается с этой проблемой. И ему очень сложно порой бороться с этим моментом. Морально очень тяжело переносить. Ну вот раз уж мы об этом заговорили, то действительно для того, чтобы спасать жизни, врачу нужно самому держаться, как вот вы сказали. И что в вашем отделении делают медики для того, чтобы не выгорать? Может быть спорт? Может быть какое-то хобби? Может быть у вас есть какие-то особые тимбилдинги, которые поддерживают врачей? Ну наши врачи это разные возрастные группы, но я сказал, что это в основном, конечно же, молодежь. Они очень активны, у них активная жизненная позиция. Они увлекаются и поездками, и на природу, и походами. Кто-то поддерживает, ходит в спортзал, это очень важно. Поэтому все свой уровень морально-волевой поддерживают, как и физически, собственно говоря. Участвуют в различных спартакиадах. Вот сегодня, в частности, проводятся данные спартакиады среди медицинских работников. Вот они тоже будут участвовать. Ну да, это своего рода такой тоже тимбилдинг. Так, мы еще вернемся к нашей основной теме. А пока рубрика «Совет врача». Мы говорим о причинах выпадения волос. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Агапия Штайн, я врач-трихолог. Сегодня мы с вами поговорим о причинах выпадения волос. На первом месте стоит наследственная предрасположенность. Сначала вы должны исключить ее. Как это можно сделать? Прийти на прием к трихологу. Если вы исключили наследственную предрасположенность, то тогда, скорее всего, надо искать в вашей крови работу щитовидной железы, сдать общий анализ крови, посмотреть железодефицитное состояние или дефицитное состояние по другим микроэлементам и витаминам. Исключить также, вспомнить в своей голове, были ли стрессы в ближайшее время. Потому что это очень мощный и сильный фактор, который может повлиять в будущем на выпадение волос. И также помните, что если у вас стали выпадать волосы, вы не должны паниковать. Просто подождите, ну, недели две-три и посмотрите, уходит ли данное выпадение или нарастает. Если оно будет нарастать, вы самостоятельно не справитесь. Сразу идите к врачу. В программе «За здоровье» отмечаем день травматолога. А пока смотрим «Медицинский календарь». Медицинский календарь. Ежегодно 25 мая во многих странах отмечается Всемирный день щитовидной железы. Новый день в календаре помогает проводить дополнительные мероприятия, которые направлены на повышение уровня информированности общества о заболеваниях щитовидной железы и методах их предотвращения. Щитовидка считается одним из самых больших органов эндокринной системы. Она вырабатывает гормоны, регулирующие обмен веществ в организме, влияющие на рост клеток и развитие организма. Согласно медицинской статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Узловые образования выявляются у 30% взрослых людей, зоб — у 10-30%. Между тем, большинство заболеваний этого важного органа на сегодняшний день считаются излечимыми. Что касается заболеваний, вызванных дефицитом йода, их вполне можно предотвращать, например, с помощью программ всеобщего йодирования пищевой соли, которая действует во многих странах мира. Источниками йода в питании служат морепродукты, морская капуста, кальмары, печень трески, морская рыба и креветки. Возвращаемся в студию. Итак, Артур Дуарыч, мы не можем сегодня в день травматолога поговорить не только о операциях, о врачах, а, безусловно, о работе медицинских сестер и младшего медицинского персонала. Ведь если брать ваше отделение сочетанной травмы, то это круглосуточный уход за пациентом, и перевязки, и возить на обследование, и уколы, и капельницы, и так далее, и тому подобное. То есть список, на самом деле, работы, он огромный. Расскажите, пожалуйста, про тех, кто работает с вами бок о бок в отделении. Ну, на наших девочках, скажем так, которые работают, я не могу их назвать по-другому, независимо от их возраста, о наших сестричках и санитарочках. Дело в том, что мы уже говорили, что наши пациенты, которые к нам поступают, у них имеется поле травмы. То есть это несколько сегментов. Это могут быть и две руки, и две ноги, и позвоночный столб, и голоба. В любом сочетании сложно придумать, не бывает всем, все пациенты разные, но за ними необходим уход. Они их и кормят, и возят, и моют, и одевают, и, извините, перетаскивают из положения в положение, их нужно поворачивать. И это очень сложно физически. Это еще противопролежневая система, безусловно, постоянно. Да, абсолютно. Каждый раз нужно их поворачивать в определенные часы, даже не всегда спасает и матрас противопролежневый. По поводу их назначений, выполнения. Громадный перечень назначений идет, и капельницы, и инъекции. И они порой после суточных дежурств буквально в смысле валятся с ног. Но они продолжают работать, несмотря ни на что. Если мы говорили о врачебном персонале, это средний возраст, 28, вы представляете, какой молодой контингент у нас среднего медперсонала. Это в основном приходят молодые люди после окончания медучилищ. Мы их обучаем. Это тяжело, это сложно. И они в какое-то время потом меняют свое место работы. Мы с пониманием относимся ко всему. Создаем максимально, насколько это возможно, им условия для работы. И они остаются. Есть и сестры, и санитарки, которые работают уже не один год, уже десяток лет. Каким нужно быть человеком, каким характером обладать, и целый перечень качеств для того, чтобы работать много лет в отделении сочетанной травмы? На самом деле вопрос не праздный. Мы всегда думаем об этом. В том числе понимаем, что люди могут поменяться за время, могут не выдержать этих нагрузок. Поэтому и с врачами, и с сестрами мы общаемся, пытаемся им объяснять, для чего мы здесь приходим, с какой целью. Потому что сложно. После пяти лет, как правило, они начинают уже задумываться, потянут они такой объем работы или нет. Мы придумываем и систему отпусков, чтобы они вовремя могли отдыхать. Мы стараемся, чтобы наши врачи не привязывались к нам. Мы их стараемся не тревожить во время отпуска. Потому что часто приходится и возвращаться на работу. Мы знаем, где находится во время отпуска наш сотрудник. То есть он за пределами края, в крае или в городе. Поэтому работа всегда это проводилась, проводится. Понимание есть всех. И каждый из них, пытаясь отдыхать в свободное время от работы, восстанавливает свои силы и возвращается. На самом деле это очень сложно морально-волевые качества иметь для наших врачей, медсестер, для всего персонала. Спасибо им большое за это. Пользуюсь случаем в нашей передаче. Спасибо. Действительно, у нас есть звонок от наших зрителей. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы слушаем вас. Вот скажите, пожалуйста. Ну а вот доктор отвечает. Это этому доктору и к вам нужно обращаться? Мы вас оба слушаем. Конечно. Мне сделали операцию в 19-м году. Коленного сустава протезирование было. А вот уже прошло сколько времени, и она до сих пор у меня болит. Куда обращаться? Да, вы хотите за консультацией? Да, да, да. Артур Дорьевич, можно ли к вам обратиться за консультацией в ваше отделение? Да, пожалуйста. Можно и в наше отделение. Обычно, когда выписываются пациенты с того или иного стационара, где выполнена операция, есть обратная связь после эндопротезирования. Достаточно часто, что пациенты уезжают, и их ничего не беспокоит, и врач больной. Связь прекращается, но, зная наших коллег, они всегда отзываются, и к ним можно обратиться там, где оперировали. Если это происходило не в пределах города Ставрополь или Ставропольского края, вы можете обратиться по месту жительства, где имеется травматолог-ортопед, либо хирург, который отвечает за травматолого-ортопедическую помощь, и вас направят в любое лечебное учреждение. И у нас есть консультативная поликлиника при краевой клинической больнице. К нам в больницу можете, пожалуйста, обратиться, проконсультируем. Проблем вообще не вижу, чтобы пациент мог все вопросы задать и помочь ему при наличии боли. Артур Дородович, вы уже говорили по поводу каких-то, ну, таких катастроф, когда, допустим, происходит массовое ДТП, или, допустим, в автобусе несколько человек пострадали, всех везут к вам. Каким образом собрать бригаду? Каков тайминг? Как это все качественно организовать для того, чтобы вот людям в таких ситуациях была оказана экстренная оперативная помощь? Достаточно часто бывает, что в Ставрополе, когда происходят столкновения автомобилей и доставляются пострадавшие, и речь идет, конечно же, о тяжелых пострадавших, потому что амбулаторным оказывается помощь, они возвращаются под наблюдение в поликлинику или идут домой, а вот тяжелые, которые госпитализируются, мы выдвигаемся в больницу, постоянная связь, как мы уже говорили у нас с сотрудниками, я получаю информацию о пациенте, об их количестве, и принимается решение выдвигаться в сторону больницы для оказания помощи и помочь персоналу, потому что одномоментно больше трех пациентов тяжелых на поступление уже нуждается в помощи. Уже такой красный звонок для вас? Да, для нас, да. В каком объеме, это мы уже потом дальше решаем, то есть нужно ли большее количество привлечь, в частности травматологов, ортопедов, либо других специалистов. Последний, ну вот в прошлом году, это микроавтобус с детьми, когда баскетбольная команда пострадала, до этого в 2019 году рейсовый автобус Волгоград-Ставрополь, у нас к нам поступали эти больные, туда выезжали наши, и в том числе и травматологи-ортопеды, бригады были реаниматологи, нейрохирург, травматологи-ортопеды, их делегировали, они там на месте оказали помощь, а потом этих же больных доставили к нам в стационар. Часть больных в другие лечебные учреждения, что зависит от объема и травмы, которые они получили, и тяжести этих повреждений. И этих больных мы выписали, они все были прооперированы. Кстати, двое из них были гражданами Великобритании, то есть там еще и такой международный был момент. Поэтому всегда мы готовы прийти на помощь. Благо, что в связи с ковидом количество дорожно-транспортных происшествий в крае уменьшилось, количество пострадавших уменьшилось. Мы это ощущаем на себе, видим по цифрам, по больным, которые сейчас у нас отделения не перегружены. Это хорошо дает результаты работы системной, которая прописана в нормативных документах, в приказах. Ее все выполняют. Очень приятно, что по всему краю это все происходит, не только в нашем лечебном учреждении. Мы выезжаем периодически с коллегами, осуществляем консультативную помощь, методическую помощь. Если есть какие-то вопросы, у нас всегда есть связь с районами Ставропольского края. Где-то есть травматологи, где-то их нет. Телемедицина нам всем сегодня помогает. Раз уж мы с вами собрались в непростой день, а в день травматолога, вам слово для ваших коллег. И я поздравляю вас лично и вас, дорогие наши коллеги-медики, с этим праздником. Вам слово. Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить вас с праздником, всемирным праздником травматологов. Пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы берегли себя. Вашим семьям, чтобы ваш труд приносил как можно больше, помимо морального удовлетворения и каких-то благ. Благ не только связан с финансовым благополучием. Очень важно говорить о том, что вы нужны. Нужны людям, нужны обществу, нужны своим близким людям. И мне хочется, чтобы вы смогли противостоять своим каким-то, может быть, трудностям. И вы победили своими моральными качествами, и не происходило у вас выгорание. Очень часто наши коллеги не выдерживают этих нагрузок. И хочется им пожелать именно вот таких вот твердых устоев и взглядов. Должна быть идеология, это командная работа. Никто не может сказать, что он лучше или кто-то может быть худше. Мы все одинаково выполняем и должны выполнять эту работу во благо наших больных. А мы все благодарим вас лично. И вас, дорогие травматологи-ортопеды, все с вашим профессиональным праздником благодарим за вашу работу и за ваш, ну, поистине, титанический, я бы сказала, труд. Что ж, эфир программы «За здоровье» подошел к концу. Не переключайтесь и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok